Видео создано при поддержке группы обзоры онлайн. Отдельное спасибо всем репостинувшим предыдущим видео. Всем привет, у нас все земной добрый доктор, и я всегда говорил, что обновление операционной системы это зло. Вот посмотрите, обычная маслоподавалка. Никого не трогала, подавала масло, хоп, обновление, и вот она уже захватила все человечество. Ну что, Microsoft, вы довольны? О, МАЙ! Почему на мобилке? Ну потому что эта игра идеально подходит для коротеньких игровых сетей, при этом она затягивает настолько, что час пролетает за ней незаметно. Ну или как вариант, вы можете купить их в стиме, но использовать на мобильном устройстве типа лошадка под виндой, почему бы и нет? Управление вполне себе подходит. Суть игры простая и изящная. Выработать как можно больше энергии и не сдохнуть в процессе. Время игры делится на дни, а дни на циклы кормежки. За каждый цикл кормежки с нас снимается определенное количество очков еды, если оно меньше, то соответственно количество людей умирает от голода. И соответствующее количество энергии, которое уже растет с каждым днем. Каждый день происходит какое-либо событие, которое повлияет на работу одного из наших приборов. Плюс оно является зачастую отсылочкой к какому-либо культурному произведению. Реакций на одно и то же событие может быть несколько, нам дается выбор, но при этом иногда выбор ни на что не влияет. На какой вариант мы не ткнем, результат будет один и то же. Ушел, чтобы сделать этот случайный результат, было бы хоть интересно. Некоторые события активируют определенные ачивменты, которые в свою очередь разблокируют модификаторы игры. Они дают нам уделенные плюсы и минусы. Лично мой любимый это зловещий культ. В нем люди устают быстрее, зато в энергоколесе могут работать до 10 мертвецов. Главное, чтобы находился хотя бы один живой человек. По сюжету игра разбита на компании. Их две, плюс режим бесконечного выживания. Первая компания длится 16 дней и представит себе обучение, при этом достаточно хардкорное. Оно растолкует нам азы игры, и при этом хранилище ресурсов людей ограничено. И расширяется только апгрейдами. Во второй компании хранилище бесконечно, то есть вы можете запасать энергию, ресурсы, людей, пока не посинеете. Плюс вы можете посылать жалких людишек нам в выполнение определенных миссий, которые привнесут энергии, еды или же новых людей. Вещь полезная, так как, например, можно столкнуть кучу голодных усталых ртов нам, выполняя миссии, и вернуться они свежими и отдохнувшими. И что очень цинично, с военными в реальной жизни это работает точно так же. Просто сам факт нахождения солдата или курсанта за пределами части и университета, соответственно, делает его отдохнувшим и сытым одновременно, я вам гарантирую это. Правда, солдаты или курсанты не притащат новых солдатов или курсантов после выполнения очередной миссии, поэтому следует рассчитывать на количество ресурсов, доступных вам. И следует учитывать, что если вы притащите слишком много новых людей, то вы их не сможете прокормить и даже просто тупо переработать их в биореакторе. Да, есть вот и такой агрегат, позволяющий вырабатывать энергии непосредственно из людей. И для него я рекомендовал бы чип, отправляющий на переработку самых уставших людей, а не самых свежих, как выполняется по дефолту. По хорошему настройки этого чипа должны быть встроенной функцией, а не чем-то, что нужно активировать дополнительно. И раз уж я начал ближать о минусах игры, то давайте я скажу о самом главном минусе. Это то, что за счет скилла можно пройти по-честному только первую кампанию. Вторую кампанию можно пройти только если вам поведет с определенными случайными событиями, которые позволят вырабатывать энергию быстрее и эффективнее. Можно, конечно, попробовать и биореактор раскачать на полную, но для этого вам понадобится очень много манипуляторов, дабы постоянно перекидывать людишек. И что самое забавное, в нечестности этого признается и сам автор игры, но при этом ничего не делал для исправления. Пофиксить это можно было бы легко, просто уменьшив потребность энергии на более поздних стадиях, например, после пятнадцатого дня. Но, увы, пока приходится довольствоваться тем, что есть. В принципе-то играть-то можно, и можно даже получать это на удовольствие. Можно ждать, пока эти уникальные события совпадут, и вы пройдете эту кампанию, после чего затрачиваете игру в бесконечном режиме. Но, если честно, я не хочу этого делать. Да, мне была определенно веселая настройка, что когда будет скидка на игру для мобилки, я определенно ее куплю. А вот на винде вернусь я к ней только если будет какой-либо ребаланс. А на этом у меня все. Все свои жалобы и замечания приложения, как всегда, засуньте в комментарии. Всем пока и не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok